Серега, ну для тебя сезон, наверное, еще продолжается в МХЛ, в всяком случае, вполне возможно, но в высшей лиге он закончен. Каким он получился? Ну это я к тому, что чего все-таки было больше, хорошего и плохого? Ведь команда не вышла в плейф, но ты дебютировал и, в общем-то, в последних матчах себе, пусть в четвертой пятерке, но место гарантировал. Ну, вы правы в том плане, что сезон не закончен, еще четыре игры у нас. Сейчас предстоит у нас выезд в Казахстан, к Устинке и, ну, к Барсу, в общем-то, к Снежному, в Астану. Это значит, что мы еще в обоиме, еще играем в хоккей, это прекрасно. То, что сезон закончился для ВХЛ, это, конечно, очень грустно, но этот год для меня особенный, потому что, ну, все-таки дебют, это я считаю, что в карьере каждого спортсмена это огромный скачок вперед. Хотелось бы сказать большое спасибо, во-первых, болельщикам, что организовали нам такой прекрасный вечер и, конечно, тренерскому штабу за то, что доверили мне место. То есть, это все понятно, то, что есть определенный лимит, то есть, но все равно я считаю, что доверить место даже в четвертой пятерке молодому игроку, это нужно решиться. И огромное спасибо тренерам за такую возможность. Постарался не ударить в грязь лицом. Многое не получалось, где-то не хватало реализации, где-то опыта, где-то хладнокровия, но опыт, он есть первый опыт. За него огромное спасибо. Как оценишь сегодняшнюю встречу? Для тебя стало неожиданностью, что менее чем через сутки после последнего матча уже болельщики так оперативно все устроили, и тем более, что, знаешь, даже не забыли никого. То есть, вот эти все памятные фотографии, мыло там и ты, и даже те ребята, там, Тимофеев, который там, грубо говоря, 2-3 матча провел, то есть, всех вспомнили, всех отметили? Да, это прекрасно. Это еще раз говорит нам о том, что, ну, болельщики у нас самые лучшие. То, что действительно переживают за команду и в любой ситуации находятся всегда с нами. Ой, наверное, вы с ними так? Это да, безусловно. Мы играем для них, стараемся радовать, можно меньше огорчать. Ну, это спорт, по-разному получается. Ну, так вот, еще несколько страненный вопрос. Вот, так смотришь за игрой вашего звена, видно, что вы все равно с оглядкой назад играете, то есть, вот, в защите много времени проводите. Вот тебе, как форварду, это не стесняет то, что все равно, я так понимаю, тренерский штаб, прежде всего, требует за своими игроками присматривать, а в атаку, наоборот, не так часто больше изматривать? Ну, тренерский штаб доверил нам, как бы, четвертое звено. Во многих командах оно сдерживающее. Здесь у нас такой установки не было, но все равно, конечно, надо, ну, в обороне играть строго и, ну, сломя голову, не лететь вперед. Такой прям установки, что пропускать нельзя ни в коем случае не было, но мы сами это понимаем, то, что, ну, важнее не пропустить, чем забить гол.